мальцев вот так четки москва выкачивает из нас ресурсы строит себе небоскребы а мы на урале в нищете это очень серьезный вопрос но это в нем не москва выкачивает из вас ресурсы путин москва ротенберг один и другой москва тимченко москва михельсон это москва там миллион еще можно фамилии какая же москва то о чем вы говорите москва это не москва ребят москва это вот граждане которые там в москве живут и некоторые в общем не очень хорошо живут это режим путинский такой злодейский он выкачивает это все они москва ответьте вот на вопрос если бы был другой режим даже советский даже советский союз что при советском союзе москва все выкачивал что в москве было больше чем везде на кусок колбасы там там на кусок колбасы какой-то был больше там на кусок сыра было больше и все и все и там не было что-то такого сверх естественно ну да москве построили метро потому что это был большой город и нужно было решить транспортную проблему да там пол москвы сталин снес чтобы сделать широкие улицы но и правильно правильно сделал по большому счету вот но что остальные как-то были чего-то лишены да кон commenewol из того что было из того что было это точно так же как говорят вот тогда тоже руководители все разворовали какие руководители секретарь обкома чё он тогда мог украсть а но он мог машинку какой-то себе купить смешную машину купить мог себе дачу построить полтора этажа тоже смешно и то смотрели как вон там не скромно себя не повел а то за не скромность очень можно было поплатиться Он что, мог своих детей накупить им в замке и отправить их в Англию, чтобы они катались на яхтах за 100, 200, 300 и 400 миллионов долларов? Не мог он себе этого позволить. У него и одного миллиона не было долларов. Ни одного не было. И что самое интересное, и вот эти обхомовские работники, и ментовские начальники, и обычный гражданин и учились, и лечились в одних и тех же заведениях. Нет, ну там, допустим, многие скажут, там было у них четвертое управление. Но это единицы по всей стране. Да нет, да и разница-то особая. Четвертое управление, просто там Чазов работал, да, который там, ну, там классные специалисты просто работали. А было-то все то же самое, да, там. Поэтому. Классового разделения не было. Да, пишут, в Москве дефицит чаще выбрасывали. Ну да, особенно раз в три месяца, когда меняли эти запасы в метро на случай. Гражданская оборона на эти запасы. Госрезерв менял, то есть тушенку в банках, она же там вечно хранится. Она такая в масле была, такая банка в масле, там, вот ее окунули в солидоле, в солидоле. Ну, то есть ты ее купил, то надо было еще какой-то бумаги купить безумное количество, потому что водой ее нельзя было отмыть. Все в солидоле. Надо было вначале бумагой очистить, а потом водой. И каждые три месяца запас менялся. То есть он там лежал в этом, в метро, где-то там, в хранилищах в этих, и каждые три месяца продавали какие-то галеты, какие-то вот эти, значит, банки там, тушенки, всякие сгущенки, все это вот, вал такой. То есть они новые закупали туда, это продавали. Вот такой обмен постоянный шел. Это все знали. Слава, вчера Камикадзе в своем видео гада Давыдовича поддержал, я разочарован. Ну, что это личное дело, кажется.